Насилие порождает еще большее насилие. Это фавела, это наш дом. Мы никуда не уйдем. Согласен. Мажор в Сочи. Уже в подписке. Кинопоиск. Домашний кинотеатр номер один. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. Рада всех вас приветствовать в 2023 году. Пишите в комментариях, как вы отпраздновали свой Новый год. У меня все было просто, ну как обычно, так скажем, как прошлый год. Итак, сегодня у нас с вами мукбанг, салат оливье. Не подумайте, не после Нового года остался. Его сегодня утром приготовила я сама. Здесь у нас долма из листьев винограда, мой любимый. И плов, который не так сильно люблю, но кушать могу. И давайте приступим. Приятного аппетита вам тоже, если вы тоже кушаете. Я люблю, когда оливье холодное. А так как я все отварила буквально недавно, он еще такой, знаете, тепленький. Мой Новый год прошел очень-очень скучно. Я просто была дома. Хотя мне предлагали отпраздновать в компании, но я отказалась. Видели бы вы, какие давки были в городе. Было на инстаграме, вставляла. Отказывала. Это, конечно, ужас какой-то. Так как дороги были закрыты, люди на машинах не смогли вернуться обратно. А в метро была огромная давка. Я всегда боюсь таких моментов. Не помню, где-то недавно в результате давки погибло несколько человек. Поэтому, с одной стороны, я рада. что никуда не пошла. А с другой стороны, было очень скучно. Я просто обещала себе, что в следующем году я соберу всех самых близких, любимых людей. И где-то отпразднуем. Вместе. Но не в городе. Потому что в городе это ужас какой-то, что творится. Причем, знаете, каждый год она и та же фигня. Но все равно все едут в город. Очень много людей, которые толкаются, потом приехать не могут никак. ночью я вскрыла конверт, где были мои цели на 2022 год. По-моему, 14 там было пунктов. Из них 9 у меня получилось. Прикиньте. Там были такие пункты, как купить машину, получить права. Права я еще получила весной. А машина вот как раз под конец года. Какие-то из этих пунктов так и не получились. я всегда ставлю перед собой задачи, которые я в силах сделать. То есть некоторые пишут мне как странно, что у тебя все твои задачи то есть получаются. Дело в том, что я ставлю цели по мере своих ресурсов, возможностей. То есть я осознанно к этому подхожу. Я не загадываю на Новый год, например, прочитать 100 книг, купить яхту и так далее. То есть все реально. В этом году у меня получилось 17 пунктов. 5 из которых я вам описала в своем инстаграме. Просто некоторые не подписаны на инстаграм. Я даже не знаю, стоит ли дублировать то, что я говорила там. Наверное, все-таки стоит, потому что истории в инстаграме у меня смотрят всего 25 тысяч человек, а мои мукбанки смотрят 50 тысяч. Да даже больше. В последнее время очень выросли мои просмотры. Видео и по 80, и по 90 набирают. Я сначала, если честно, очень радовалась. думала, блин, я так круто начала снимать, людям начало это все очень нравится. Но если как бы с логикой подходить к этому, на самом деле это не так. Просто дело в том, что контента на русскоязычном YouTube, да и не только в YouTube, в YouTube, везде контента становится очень мало. А все почему? Потому что все упирается в деньги. Не знаю, как вам, но мне в последнее время реально нечего смотреть. Я не знаю, что смотреть. блогеры, которых я любила в TikTok, например, они начали снимать контент чисто на англоязычную аудиторию. Там и шутки для американцев, так скажем, они не для нас. Я не осуждаю этих людей. Все мы хотим заработать, хорошо жить, и понятное дело, что сейчас на русском языке далеко ты не поедешь. То есть невыгодный кто-то там сидит, обменяет, что вот, переобулись. Я так не считаю абсолютно. Это право, выбор человека. Что им делать? И поэтому резко как-то стало контента очень мало. Не знаю, только у меня так или у вас тоже. Мне реально в последнее время нечего смотреть. Вот это будет очень тупо звучать. Но я даже Дом-2 смотрю от безысходности. Не потому, что этот проект мне нравится, как раньше. Просто я думаю, а что еще смотреть? И у меня тоже просмотры выросли. Просто мне кажется, из того, что людям уже нечего смотреть. Кто-то сидит там обвиняет блогеров, что они резко переобулись, начали писать посты на английском. Я не обвиняю ни в коем случае. Я понимаю этих людей. И даже сама, я просто чисто английским не владею, но я начала смотреть азербайджанских блогеров, наших, местных, турецких. Это на самом деле интересно, у них хорошие просмотры. но, когда я много смотрю азербайджанских блогеров, у меня проседает русский язык. То есть, есть люди, которые свободно владеют, не знаю, четырьмя языками, могут спокойно вот прям по щелчку пальца переключиться на тот или иной язык. у меня не так. Например, я долго смотрю азербайджанского блогера, потом, например, сажусь снимать видео, как-то у меня в голове как будто ошибка, эрор. Мне хочется какое-то слово сказать, которое я слышала у этого блогера, но я понимаю, что сейчас моя аудитория не поймет меня, если я скажу это слово на азербайджанском. Поэтому как бы мне не рекомендуется, мне кажется, смотреть их, но у них-то проблем с монетизацией нет, они вовсе снимают, снимают очень много, интересно, постоянный контент, все больше и больше. Вот, поэтому как-то так. Конечно, можно было сейчас похвалить себя и сказать, вау, мои видео начали набирать еще больше просмотров и радоваться, сидеть, хвалить себя, но надо говорить правду. Тот же самый Дом-2 в последнее время стал настолько неинтересным, реально. Ну, а что другое смотреть, я понятия не имею. ну да ладно. В общем, сказать, что телевизор мне неинтересно. Купили телевизор, там даже каналов нету. Ни наших, ни местных, ни российских. Возможно, вы меня назовете жмотом, но я немного не понимаю, почему мы за каналы платим каждый месяц. Еще плюс мы смотрим рекламу. Это как минимум нечестно. Например, в Ютюбе ты можешь либо платить и не смотреть рекламу, либо смотреть рекламу и не платить. Например, это два варианта у тебя выхода из данной ситуации. А телевидение делает так, что ты платишь за их каналы, еще плюс пихают тебе до хрена рекламы. Ну, в общем, возможно, вы со мной не согласны. Возможно, вас все устраивает. Насчет целей на 2023 год. Код изначально начался хорошо, скажу вам честно, в плане работы и всего этого очень хорошо начался. Возможно, это просто настрой, я чисто себя настраиваю. Так, мне, в общем, это кажется, что этот год будет очень удачным, очень хорошим. Покупные помидорки вообще невкусные. Столько уксуса. Просто наши закончились которые мама мариновала. В идеале в этом году не буду скрывать 17 пунктов, каждый из которых я раскрывать если честно не хочу. Дай бог, если из этих 17 и 10 получите, вам обязательно расскажу. На следующий Новый год вообще самое главное я считаю, это здоровье. Если Аллах нам даст здоровье, то все остальное потихоньку, при большом желании, при постоянной работе, при усилиях обязательно все будет. Главное здоровье. Все остальное будет. Я очень пессимистичный человек. Я очень люблю эту жизнь. Мне нравится, что у меня что-то получается. Я, например, стремлюсь к чему-то, а потом со временем у меня это появляется. И сейчас я поставила перед собой задачу такую небольшую купить квартиру у застройщика с котлованом, возможно, на рассрочку. Наверное, я не потяну сразу там жилье, да, это понятное дело, но мне бы хотелось вложиться куда-то. И хочу отметить, я не хочу ипотеку через банк. Я бы хотела краткосрочно на рассрочку у застройщика. Как правило, это бывает без процента, если ты покупаешь на котловане. Будешь платить там 3 года или 5 лет, здание достроится, квадратный метр там будет стоить гораздо дороже, а потом уже решай, хочешь ли ты сам там жить или просто продать и купить что-то другое. В общем, вот такие вот дела мои хорошие. Цели такие. Но мы предполагаем, Бог располагает, посмотрим, как оно все получится. Но я почему-то верю, что в этом году все будет гораздо лучше. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы мне не приходилось дублировать одно и то же, говорить и там, и здесь. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.